Северное сияние, полярная ночь, сверкающие льды и снега. Суровая северная красота Арктики завораживает и удивляет. Природа и животный мир полярного района Земли уникальны. Здесь обитает более 20 тысяч видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, а некоторые животные и растения встречаются только в Арктике. Главная их особенность – способность выживать в экстремальных условиях. Об этом удивительном уголке планеты дети узнали на очередной научно-познавательной встречи «Добро пожаловать в Арктику» в библиотеке имени Пушкина. Ребята разделились на четыре команды. Каждая команда выполняла свое задание и создавала творческий мини-проект. Ребята отправились в виртуальное путешествие, изучали этот чудесный край, открывали что-то новое для себя. Были созданы четыре площадки, каждая посвящена определенной науке, например, география, экология, зоология и ботаника. Ребята на каждой из этих площадок изучали этот чудесный край. Свою фантазию ребята смогли в полной мере проявить на бумаге. Им предстояло нарисовать плакат в защиту природы Арктики, изобразить свое северное сияние, нарисовать животный мир и даже самим придумать, как бы выглядело и называлось растение, которое могло бы расти в Арктике. В зрительном зале библиотеки команды собрались вместе, представляли друг другу свои творческие работы и рассказывали о том, какие они сделали открытия. Узнали, что на Арктике нельзя бросать мусор, ловить много рыбы. Мы рисовали на Арктике, что нельзя бросать мусор. Мы еще рисовали белого медведя. Мы рисовали северное сияние. Мы узнали, что есть северное сияние, полярный день и полярная ночь. Там солнце никуда не уходит, он просто по кругу. А ты что узнала? Я узнала, что у северного сияния есть звук, и оно не всегда появляется. Покажите ваши рисунки. Познавательные и веселые мультминутки помогли детям еще больше узнать о природе и специфике северного края. Следующее мероприятие библионии будет заключительным. В среду, 23 августа в 14 часов библиотекари Пушкинки подведут итоги проекта и наградят самых активных ребят.